Привет друзья! Геннадий Андреевич Зюганов – один из наиболее опытных современных отечественных политиков, отстаивающий коммунистические идеалы. Лидер Коммунистической партии России с момента ее создания или возрождения в 1993 году. Глава Международного союза Компартий, действующих в странах СНГ и Прибалтики. Председатель ЦК КПРФ, бессменный депутат Госдумы, член Парламентской Ассамблей Совета Европы. Он четырежды выдвигал свою кандидатуру на пост президента России, но всегда оказывался только вторым. С одной стороны, его критикуют за стремление пожизненно оставаться во главе КПРФ, с другой признают его личную заслугу в том, что партия под его руководством добилась значительного успеха, независимости и соответствия вызовам времени. В 2020 году он призывал сторонников голосовать против внесения изменений в Конституцию, обеспечивших Владимиру Путину возможность вновь баллотироваться в президенты, в 2024 году пытался получить в столичной мэрии разрешение на проведение митинга, записал видеообращение к лидеру страны, где открыто заявил, что тот уже и так имеет больше властных полномочий, чем у царя, фараона и генсека. Фракция КПРФ стала единственной парламентской группой, проголосовавшей в Госдуме против обнуления президентских сроков. Будущий видный политик появился на свет 26 июня 1944 года в селе Мымрино, расположенном недалеко от города Орел. Его родители, инвалид войны Андрей Михайлович и Марфа Петровна, работали школьными учителями. Его дед по линии отца, также учил детей еще в церковно-приходской школе, поэтому неудивительно, что и Гена, получив в 1961 году аттестат и серебряную медаль за отличные успехи в учебе и примерное поведение, вначале учительствовал в местной школе, а спустя год стал студентом физматопединститута в Орле. Вуз он окончил в 1969 году, также с отличием. Кстати, старшая на 7 лет сестра Геннадия Людмила также стала педагогом, преподавала в том же Орловском педагогическом вузе. В период с 1963 по 1966 годы молодой человек прошел обязательную армейскую службу, в ГДР, во взводе радиационно-химической разведки, вступил в КПСС. Затем вернулся в институт, где вместе с учебой занимался комсомольской, профсоюзной и партийной работой. Был секретарем комитета комсомола института, капитаном факультетской команды КВН, играл в волейбол, возглавлял студенческий правком. Получив красный диплом, в течение года Зюганов преподавал в своем вузе высшую математику. Затем он был руководителем ряда городских комсомольских и партийных организаций. Первым секретарем обкома комсомола, вторым горкома партии, заводделом агитации и пропаганды областного комитета КПСС. Одновременно с 1973 по 1977 годы молодой коммунист являлся депутатом горсовета. Затем два года он учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС, экстерном окончил аспирантуру, защитил диссертацию и стал кандидатом философских наук. В 1980 году его избрали депутатом Орловского облсовета. С 1981 по 1983 годы он преподавал философию в своей Alma Mater. С 1983 года партийная карьера Геннадия Андреевича шла в гору. Он оказался на ответственной службе в Москве в ЦК партии, занимаясь на разных должностях проблемами строительства, гуманитарными вопросами, идеологическими задачами. В 1990 году его избрали секретарем ЦК КП РСФСР. Уже через год он попал в когорту известных и обсуждаемых политиков, когда в мае в газете «Советская Россия» было опубликовано его открытое письмо архитектор у развалин. Публикация была адресована одному из главных идеологов перестройки Александру Яковлеву и содержала критику официального партийно-государственного курса Михаила Горбачева. Личная жизнь. Геннадий Андреевич женат на Надежде Васильевне до замужества Амеличевой. Познакомились они еще школьниками. Надежда младше мужа на два года. В 1962 году молодые люди вместе поступили в Орловский пединститут. Геннадий – серебряный медалист, выбрал физмат, а его избранница Надежда, золотая медалистка, прошла на исторический факультет. Поженились они, когда Зюганов вернулся из командировки. После переезда семьи в Москву жена трудилась инженером на столичном часовом заводе «Слава». Пара воспитала сына Андрея, родившегося в 1968 году, младшую на 6 лет дочь Татьяну, 7 внуков и внучку. Сын по специальности инженер-программист. После окончания МГТУ имени Баумана он остался работать в своем университете на кафедре робототехники, затем занимался строительным бизнесом в Москве и Подмосковье. Дочь окончила школу референтов и во время выборов была помощницей отца. По мере рождения детей девушка сосредоточилась на семье, потом работала бухгалтером. Старший внук Леонид Андреевич решил пойти по стопам деда и, окончив социологический факультет МГУ, начал пробовать себя на политическом поприще. В 2012 году он стал помощником Андрея Клычкова, руководителя парламентской фракции КПРФ в Мосгордуме. Спустя два года 26-летний молодой человек выиграл выборы в столичный парламент и вскоре возглавил в МЭД фракцию Компартии. Геннадий Андреевич – приверженец здорового образа жизни. Он увлекается походами в горы, теннисом, волейболом, бильярдом. Свободное время он любит проводить на даче, где занимается пасечным делом и выращивает более 100 видов цветов. К пчелам у политика особенное отношение. Он выступал в 2018 году в Кремле на 22-м Международном конгрессе Апеславии Международной Федерации Европейских пчеловодных организаций, стал автором энциклопедии юного пчеловода, а его род работал с пчелами более 350 лет. Кроме этого, лидер КПРФ занимается литературным творчеством. Неоднократно был участником и победителем литературных конкурсов. В 1996 он стал лауреатом Международной премии имени Шолохова в области литературы и искусства. Над рабочим столом у политика висит портрет Пушкина. Геннадий Зюганов сейчас. В президентских выборах 2018 года Геннадий Зюганов участия не принимал. Вместо него КПРФ представлял Павел Грудинин, председатель совхоза имени Ленина. Грудинин набрал 11,7% голосов. В 2020 году один из старейших российских политиков посетовал с трибуны парламента на то, что ему не дают общаться с президентом. Но, по мнению ряда экспертов, Путин перестал с ним встречаться якобы из-за того, что Зюганов вместо обещанного всеми руководителями фракций участия в обсуждении поправок Конституции, решил вывести народ на улицы. Геннадия Андреевича беспокоит также то, что его позиции внутри политсилы крайне нестабильны. Многие однопартийцы будто бы хотят видеть во главе КПРФ совсем другого лидера. В тот же период председатель ЦК КПРФ во время дискуссии в парламенте с премьер-министром Михаилом Мишустиным выразил со ссылкой на данные Forbes, недовольство тем, что в период пандемии коронавируса число олигархов в России увеличилось со 102 до 104 человек и их суммарное состояние существенно выросло на 71 миллиард долларов. Лидер партии заявил, что этих денежных средств хватило бы на помощь всем нуждающимся соотечественникам, пенсионерам, детям, а также на поддержку малого и среднего бизнеса. Он предложил принять меры, чтобы такая ситуация впредь не повторилась. Однако премьер с ним не согласился. Он, наоборот, радуется росту доходов российских долларовых миллиардеров, ведь с них платятся налоги, которые идут в бюджет. Накануне 76-летия глава фракции коммунистов в беседе с журналистами заявил, что олигархическая власть в РФ только обещает проводить политику развития, вместо интриг, а на деле совестливым людям в стране жить душно. Все последние шаги лидера государства, по признанию Зюганова, его не просто разочаровывают, а удручают. Между тем, лидер КПРФ оказался самым богатым среди глав фракций парламента по уровню дохода за 2017 и за 2018, заработав 6,3 миллиона и 7,9 миллиона рублей за год соответственно. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok